Друзья, всем привет! Сегодня снимаю третью часть влога. Только что проснулся, сейчас собираюсь взвеситься и сделать фотографии для Криса Ацета. Вес сегодня составляет 111 килограмм. С момента, как я возобновил тренировки, прошло уже 22 дня. За это время я добавил 2,5 килограмма. Мышцы стали плотнее, тверже, лишний вес уходит. Мышцы стали более наполненными, форма возвращается. Я доволен тем, как идет процесс. Если бы я сейчас занимался своим питанием сам, я бы значительно ускорился. Но для этого и нужен взгляд со стороны, для того, чтобы я не делал резких движений, не форсировал слишком рано. На данный момент меня интересует итог, поэтому я полностью доверился процессу. Я уверен, что в итоге получится добиться хорошего результата. Короче, нормально я так проспал. Время уже половины 11, я еще не поел. Напоминаю, что у меня 7 приемов пищи и сейчас все это нужно будет нагонять. Я отстал от графика примерно на полтора часа. Жесть! Давай каша, варись быстрее. Надо кушать. 7 приемов пищи, желательно лечь не к 3 часам ночи, чтобы режим не сбился, как сегодня. Что хоть каша? 3 минутка. Если бы была та, которую я готовил в первом блоге, это было бы фиаско. Ну я поел, сейчас нужно написать письмо Крису от Сета. Нужно отправить ему фотографии и сегодняшний вес. К Крису мы уже 3 недели. За это время в плане моем ничего не менялось, только немного поменялись препараты. Незначительные изменения, но, к сожалению, я вам о них рассказать не могу. План питания точно такой же, как во второй серии. Так вот, все просто, коротко. Получу примерно такой же короткий ответ. Я думаю, он будет следующим. Все хорошо, мы продолжаем по этому плану еще несколько дней. Так как я сам вижу изменения в лучшую сторону по форме. Соответственно, менять что-то пока нет смысла. Вес тоже плавно идет вверх. До соревнований еще много времени. Форсировать рацион, форсировать тренировки нет смысла. Нужно плавненько все это увеличивать, поднимать, выходить на пик. И потом с этого пика выходить на финальную подводку, делать качество и выступать. Время уже половина второго. Я уже проголодался и сейчас буду готовить свой второй прием пищи. А потом пойду на тренировку. Как и говорил, второй прием у меня без изменений. Рис, рыба, шпинат, яйца. Первый прием пищи, второй, третий. Я уже очень даже привык питаться 7 раз в день. Для меня ничего нового, так как обычно во время подготовки я такие от 7 раз и выше. Скучал я по этому всему. Как я и говорил, Крис написал, что я становлюсь лучше. Мы будем придерживаться текущего плана еще два дня. И затем я снова вышлю ему фотографии. Время 6 часов. Все сдвигается еще на один час. Собираюсь в зал. Буду тренировать спину. Так, ну что. Музыка сегодня тренировочная. Это точно настроение такое себе. Но, как правило, когда настроение такое себе, получается хорошие тренировки. Посмотрим, подтвердится ли моя теория сегодня. Вообще говоря, открыто сегодня настроение такое. Прямо поработать, поподнимать тяжело. Но нельзя. Нельзя, потому что пользуюсь моментом. Пока не тренировался, тело немного атрофировалось. Хочу извлечь из этого плюс и немного перестроить его. Поэтому пересмотрел полностью тренировочный процесс. Отказался от многих упражнений. И сейчас в моем арсенале только, ну, можно сказать, те упражнения, которые я вообще никогда не делал. Вот сегодня покажу, как я тренирую спину. Вся суть сегодня в том, чтобы снять нагрузку с разгибателей. Так как они у меня развиты чересчур сильно. И мешают мне прогрессировать дальше. Мешают прогрессировать в ширине спины. Мешают прогрессировать в нижней части широчайших. Я их просто навсего не ощущаю в работе. Не чувствую, как они включаются. Потому что всю нагрузку на себя берут другие мышечные композиции, другие части. То же самое с плечами. Мне тяжело сейчас включить заднюю дельту. Мне тяжело подключить ягодичную в приседаниях. В общем, пересмотрел свой план. Посоветовался со специалистом. Мы разработали для меня программу. Сейчас обкатываем упражнения. В ближайшие несколько месяцев у меня уйдет на то, чтобы наладить заново связь. Либо не заново, можно сказать, наладить новую связь между мышцами и мозгом. Тогда я смогу вернуться к тренировкам с большими весами. Бодибилдинг это не спринт, это марафон. Меня интересует моя форма, которая будет осенью. В октябре, в ноябре. То, что происходит сейчас, это часть процесса. Ну ладно, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Из-за того, что новое движение для меня мышцы очень сильно закисляются. Так, второй подход. Здесь сок в том, что здесь нет шансов создать инерцию. То есть как-то считинговать. Не участвует разгибатель. Движение выполняется только за счет широчайших. Четвертый подход. Опустил блок немного ниже. Все, следующее упражнение. Следующее упражнение очень похоже на предыдущее. Тяга блока на груди только уже сия. Хорошо ощущаю широчайшие, несмотря на то, что веса сегодня достаточно скромные. Просто в этом зале больше нет. Да и пока что больше и не нужно, говоря открыто. Делаю 15-20 повторений, когда чувствую, что уже идут колебания по технике. Когда другие мышцы начинают перенимать на себя нагрузку, тогда и торможу подход. Этот подход я уже сделал посмелее, так как как раз таки прошла вот эта вот связь между головой и мышцами. И стал конкретно ощущать работу нижнюю часть широчайшей. Попробую мне ускорить темп и сделать чуть-чуть больше повторений. Такой вариант в этом зале мажора. Чуть мне не хватает амплитуды, но в то же время мне не нужно работать на вытянутую руку. Мне главное повлечь в работу мышцы спины. Так, я уже размялся в этом упражнении. Сделал два разминочных подхода, и сейчас у меня рабочий подход. Хочется навалить вес, но торможу себя. Очень хочется поработать, особенно после того, когда ты не тренировался почти два месяца. Но приходится осторожничать. Меня интересует итог, поэтому придется соблюдать план и делать только то, что необходимо делать. Второй рабочий. Похожее упражнение на предыдущее. Движение аналогично, просто здесь работа блоки, а не со свободным весом. Это моя третья тренировка спины по новой программе. Есть ощущение, как будто бы я новичок в зале. Приходится стараться, приходится прямо сильно концентрироваться для того, чтобы включить и почувствовать мышцы. Для того, чтобы не создать эту инерцию. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я. Пятый мой подход. Вот, кстати, в четвертом, пятом подходе как раз-таки мышцы как будто раскрываются. Я начинаю чувствовать максимальную их вовлеченность в работу. Следующее упражнение – адский вариант полуловера. Пять подходов. Здесь не удается сделать высокое количество повторений, потому что мышцы очень быстро, сильно закисляются. Опять же, из-за того, что новое для меня движение, то, что я стараюсь делать все в максимальном напряжении, медленные движения. За работу веса, причем, вообще нет. 13 килограмм. Так, ну что, последний подход и все. На этом закончена своя тренировка. И, признаюсь, она мне вообще не в кайф. Все, погнали. Тренировка вроде детская, а 4 литра воды ушло. Хорошо, что зал недалеко от дома. Рис уже есть наготове. Нужно будет только пожарить грудку. И все наверстаю. Не впервой, как говорится. Ну вот, можно сказать, и дома. На самом деле, просто из Антона делать такие тренировки вообще не в кайф. Вообще не в кайф. Время уходит очень много. Я потратил почти 2 часа в зале. Почему я объясню. С Антоном, с тренером, я трачу примерно часть. Потому что он сразу меня направляет. С первых подходов делаю правильные движения. Когда я сам, мне нужно время для того, чтобы почувствовать. Начу поднимать. Подобрать угол. То есть, активировать те мышцы, которые нужны иначе. Я же не прихожу просто сделать это для галочки. Сегодня вердикт тренировки такой. Тренировка не зашла. Но она оказалась продуктивной. Я попал ровно туда, куда нужно было. Кушать, кушать, кушать. Помимо того, что не зашла тренировка, я еще очень голоден. Сейчас поем. И все будет хорошо. Рис уже готов. Грудка замаринована. После тренировочный прием пищи. Здесь все как обычно, без изменений. 220 грамм куриновое филе. Рис 150 грамм в сухом. Ну и салат. Когда у вас в доме живет кошка. Выходим с дома. Все надо застилать. Мебель вся в чехлах. Сейчас покажу вам эту мелкую хищницу. Короче, вот она здесь. Сидит и ждет. Чего непонятно. Пусть. Ночной дозор. Короче, я поел. Подобрел. Принял душ. Теперь я снова свежий. И что хотелось бы добавить по поводу сегодняшней тренировки. Тренировка вообще очень легкая в физическом плане получается. В плане психологическом тяжело. Потому что, ну, ты не можешь, как я уже говорил, дать на пол шишки. Я вообще не устаю. Поэтому я тренируюсь каждый день. То есть за последние две недели у меня был только один день отдыха. Вопрос, получится ли мне в таком случае прогрессировать. По факту получается. Потому что, так как я вам и говорил, форма моя улучшается. Вес мой растет. Кроме того, я задействую те мышцы. Ставлю акценты на те места, которые у меня отстают. То есть база у меня уже сформирована. Уже есть. Понятно, что даже при не сильной нагрузке тело будет вспоминать и будет возвращаться к былым объемам. Только помимо этого будут развиваться еще те части мышц, которые до этого не вовлекались так интенсивно в работу. То есть за счет того, что я сейчас поменял очень сильно тип тренинга. То есть вообще это не то, что кое-как его сменил. А кардинально поменял. Я думаю, что мне удастся спрогрессировать. А самое главное, это то, как я себя сейчас ощущаю. Я начинаю раскрываться в прямом смысле этого слова. Так, ну а сейчас, дорогие друзья мои, пойдем готовить четвертый прием пищи. Потому что прошел уже час того времени, как я покушал. И я проголодался. Так, четвертый прием пищи тоже без каких-либо изменений. Говядина, картошка. Готовлю к такому вот варианте. Как это можно назвать? Вариу просто нарезают на тоненькие слайсы и на сковородки. Ну вот, все готово. Четвертый из семи. Время 2 часа ночи. 10 минут назад съел свой шестой прием пищи. Это было немного риса и куриный грудь. В общем, у меня остался еще один прием. Седьмого 400 греческого йогурта. И он у меня закончился. Я сегодня не предусмотрел, не заказал. Поэтому сейчас спущусь в магазин, он прям по домам. И куплю йогурт, съем его и лягу спать. Ну что, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До связи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...